Здравствуйте! С новостями города Латкарина. Сегодня познакомлю вас я, Валерия Федотова. Смотрите в итоговом выпуске. Завершен подготовительный процесс перед началом строительства новых очистных канализационных сооружений нашего города. На этой неделе была определена компания, которая займется строительными работами. Латкаринские призывники на минувшей неделе в числе первых пополнили ряды новобранцев российской армии. Сегодня состоялось торжественное мероприятие. Сегодня мы отправили сводную команду Латкаринского военкомата на областной призывной пункт. Мероприятия для латкаринцев старшего поколения в рамках программы «Активное долголетие» продолжают проводиться в режиме онлайн. Это общая идея, общая инициатива в связи с сложившейся ситуацией. Мы понимаем, что люди дома сидят, им скучно, и тоже нужно это как-то реализовывать. Педагоги Центра доверия помогают учащимся школ и гимназии нашего города создавать позитивную дружескую атмосферу в классе. В подростковом возрасте заново проживаются задачи всех предыдущих лет жизни. И дети и подростки средних и старших классов, они учатся коммуницировать друг с другом, друг друга видеть, слышать свои потребности, разговаривать о своих чувствах, если обидно стало. Любимым мамам были посвящены праздничные мероприятия и концерты в детских садах и культурных учреждениях Латкарина на этой неделе. Радуйте своих близких и, конечно, мам добрыми словами, отношением к ним, заботой. А также в этом выпуске вас ждут специальные репортажи от наших корреспондентов, авторские передачи и другие новости политики, образования, культуры и спорта. Не переключайтесь. 24 ноября глава городского округа Латкарина Константин Кравцов совместно с профильными заместителями провел встречу с представителями компании-подрядчика по вопросам предстоящей реконструкции канализационных очистных сооружений. По итогам конкурсных процедур была определена компания, которая уже в ближайшее время приступит к строительным работам по реконструкции очистных сооружений. Ей стало акционерное общество «Уральская энергетическая строительная компания». Главы муниципалитета совместно с руководителями и проектировщиками компании обсудили этапы и специфику предстоящего строительства, а также процесс переключения городских систем на новое очистное оборудование. Напомним, что строительство новых очистных сооружений проходит в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги». Полной реконструкции будет подвергнута как техническая, так и административная база предприятия. Строительство будет проходить на территории действующих очистных сооружений. Весь этот период старая система продолжит свою работу. По окончании строительства существующие модули будут очищены и переведены в резерв на перспективу развития территории городского округа. Отметим, что мощность существующих систем составляет 30 тысяч кубических метров в сутки. Аналогичные будут иметь и новые, что на 7 тысяч кубических метров больше суточного поступления сточных вод. Новые сооружения будут оснащены современными системами очистки и фильтрации, которые включат в себя ультрафиолетовое обеззараживание. Такая техника очищения канализационных вод позволит достичь требуемого норматива для сброса в реку. Окончание строительных работ и ввод новых очистных сооружений в эксплуатацию намечены на октябрь 2022 года. Максим Белозеров, Денис Павлов, Новости Латкарина. 24 ноября в военном комиссариате городов Люберц и Держинске, Котельники и Латкарина состоялась первая торжественная отправка призывников в ряды российской армии в рамках осеннего призыва. Подробнее в материале Анастасии Харченко. Рано утром 24 ноября юные призывники и будущие защитники Родины прибыли в военкомат. Там они прошли процедуру оформления и дополнительное общее медобследование кожных покровов. Далее последовала торжественная церемония, на которой призывникам сказали последние напутствующие слова перед отъездом в армию. У нас сегодня праздничный день. Впервые мы сегодня такую большую команду собираем наших призывников, наших земляков, которые сейчас буквально будут просажены в автобус с нами и убудут на сборный пункт областного военного комиссариата. Сегодня день торжественный еще и потому, что здесь собраны с нескольких территорий, с нескольких городских округов ребята, которые будут выполнять задачи в дальнейшем, служа нашей Родине в Министерстве обороны Российской Федерации в разных родах войск и видах вооруженных сил. Генерал-лейтенант Владимир Ермоленко отметил, что главная задача призыва – это дать ребятам хорошую военную подготовку. Также напутствующие слова от лица всех мам сказала и Латкаренко Ирина Павлова. Я желаю вам не забывать дом, постоянно общаться с родителями, сообщать о себе, с товарищами, с девушками, с которыми вы знакомы. Служба будет идти легче и хорошо. Здоровья вам всем. Вернуться крепкими, подготовленными, получив хорошую военную специальность. Всего вам доброго. Что такое армия? Это то место, где закаляет характер. Поэтому мы хотим вам пожелать успешного прохождения службы, легкой службы. Но самое главное, наверное, как от лица всех родителей, я хотела бы сказать. Помните, знайте, что вас дома ждут ваши родители, близкие, друзья. И самое главное, наверное, что они вас любят. Хотелось бы, конечно, еще раз сказать вам легкой службы. Удачи, храни вас Бог. Проводить ребят в ряды российской армии пришло и молодое поколение – юнормейцы. Они вручили призывникам памятные подарки в виде брелков со знаменем юнормии городского округа Люберцы. В завершение торжественной церемонии призывники сели в автобус и отправились на сборный пункт областного военного комиссариата. Сегодня состоялось торжественное мероприятие. Сегодня мы отправили сводную команду Латкаринского военкомата на областной призывной пункт. 48 человек, в котором были представители всех четырех городов – Латкарина, Котельники, Люберцы и Держинский – сегодня направились для службы вооруженной силы Российской Федерации. Осенью 2020 года Латкарина направляет вооруженные силы 40 своих граждан. В настоящий момент у нас идет еще доукомплектование. Да, в этом году призыв проходит с повышенными мерами безопасности. И медицинская комиссия, и призывная комиссия проводят с соблюдением санитарных норм, требованием Роспотребнадзора. В военкомат поставлены дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты, рециркуляторы воздуха. Поэтому прохождение всех мероприятий, связанных с призывом, она безопасна. В случае возникновения вопросов по призыву, латкаринцы могут обратиться в городской военно-учетный стол, находящийся в доме номер 20 в квартале 3А, или по телефонам, указанным на сайте администрации города. Анастасия Харченко, Денис Павлов, Новости Латкарина. Денис Павлов, Новости Латкарина. Денис Павлов о том, как проверить налоговую задолженность. Определить налоговую задолженность можно на портале Госуслуг. Несвоевременная оплата налоговых платежей может повлечь за собой арест имущества, счетов банки, наложенные запреты на выезд за границу. Самый простой способ предотвратить неприятности – следить за отсутствием задолженности перед государством. Для этого можно воспользоваться единым порталом государственных и муниципальных услуг, где имеется возможность не только проверить, но и оплатить налоговую задолженность. Услуга для зарегистрированных пользователей доступна в разделе «Налоговая задолженность». Проверка актуальности данных о начисленных и уплаченных налогах доступна и в сервисе ФНС России – личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, войти в который можно с помощью учетной записи портала Госуслуг. В личном кабинете налогоплательщика для физических лиц можно увидеть не только налоговые начисления, но и заполнить и подать налоговую декларацию через интернет, проверить информацию о своих объектах налогообложения и отследить, одобрен ли налоговый вычет. Следует отметить, что если код подтверждения для портала Госуслуг получен по почте, войти в личный кабинет с его помощью на сайте ФНС России нельзя, поскольку личность пользователя, получающего доступ к конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им лично. Водная переправа Латкарина-Андреевская завершила свою работу в этом сезоне. В этом году речным сообщением воспользовались более 12 тысяч пассажиров. По информации от Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, следующий сезон водной пассажирской навигации начнется 1 мая 2021 года. Глава городского округа Латкарина Константин Кравцов 24 ноября проверил соблюдение мер санитарной безопасности в гимназии номер 1. Подробнее в следующем сюжете. Константин Анатольевич совместно с директором гимназии Натальей Трошиной осмотрел вестибюли учреждения и кабинеты для занятий. На входе в гимназию всем посетителям проводится обязательное измерение температуры. Тут же расположен и антисептик для обработки рук. Для учащихся начальной и старшей школы работают два входа с раздельными гардеробами. Организовано специальное расписание начала занятий для разных возрастных групп, чтобы не создавать скопление учеников в вестибюлях и коридорах учреждения. Во время занятий в классах работают рециркуляторы воздуха, которые были приобретены силами образовательного учреждения. Регулярно проводится дезинфекция и проветривание помещений. Также Константин Анатольевич осмотрел санузлы гимназии, ремонт в которых прошел в этом году за счет городского бюджета. Старые туалетные кабинки были заменены на всех четырех этажах. Перед началом нового учебного года капитальный ремонт был проведен и в пищеблоке учреждения. Отремонтированы стены, потолок, напольные покрытия, закуплены новые холодильники и оборудование для посудомоечного цеха. Помимо прочего, собравшиеся побеседовали с родителями учащихся, которые в этот день проводили контроль школьного питания. По словам мам, за детей они спокойны. Школьные обеды без изысков, но из качественных продуктов и в сытных порциях. Стоит отметить, что с 1 сентября во всех школах и гимназиях Латкарина ученики младшей школы обеспечены бесплатными горячими завтраками и обедами. А каждый родитель в любой удобный для него день, по согласованию с классным руководителем, может посетить школьную столовую и оценить качество предлагаемых блюд. Максим Белозеров, Денис Павлов, Новости Латкарина. Мероприятия в рамках программы губернатора Подмосковья «Активное долголетие» продолжают проводиться для латкаринцев старшего поколения в формате онлайн. Открытый урок под названием «Пение. Путь к оздоровлению» был организован педагогами ДК Центра молодежи при поддержке Общественной палаты города Латкарина 21 ноября. Любой желающий смог присоединиться к увлекательному занятию по вокальному мастерству и дыхательной гимнастике, проведенному с помощью видеоконференции. Это общая идея, общая инициатива в связи с сложившейся ситуацией. Мы понимаем, что люди дома сидят, им скучно, и тоже нужно это как-то реализовывать. И поэтому вот такая идея появилась провести в онлайн формате. Мы отправили ссылки на подключение, разместили в газете и также отправили лично всем, кто у нас посещал. Естественно, их дети, внуки помогали им с подключением, кто не мог сам, да, и, соответственно, вот так они таким образом выходили на связь. Помимо прочего, латкаринцам доступны и другие мероприятия ДК Центр молодежи, с которыми можно ознакомиться, не выходя из дома. Узнать о ближайших мероприятиях и получить помощь в подключении можно по телефону 8-495-552-43-40 или 8-492-552-16-72. Максим Белозеров, Алексей Устинов, Валерия Федотова. Новости Латкарина. 19 ноября в преддверии Дня психолога стартовали ежегодные тренинговые занятия педагогов Центра развития семьи доверия с учащимися образовательных учреждений городского округа Латкарина. Тренинги, ставшие традиционными, проводятся в школе в течение двух дней для целых классов. Накануне занятий педагоги Центра организуют собрание с учителями образовательного учреждения, классным руководителем и родителями детей, планирующих участие в тренинге, по результатам которых формируется запрос на решение актуальных задач в каждом классе. В основном ими являются сплочение коллектива, помощь в разборе конфликтных ситуаций, решение возрастных задач и становление личности подростка. Было весело, мы даже немного устали, но будем вспоминать это с хорошим мнением, воспоминания будет у нас. А вы почувствовали такое единство класса вашего? Да, конечно. Мы играли, рассказывали свои проблемы. Узнали о новых одноклассниках. Нам рассказали про поведение, как вести себя, вот мы многому чему научились. Мы играли в много подвижных игр, на сплачивание командного духа. Было очень интересно, нам очень понравилось. Можно было высказаться как бы. Это было очень весело и классно, хотим еще раз. Тренинговые занятия проводятся в каждой школе нашего города уже восьмой год в рамках программы «Мое будущее – мой выбор». Помимо групповых занятий с детьми, данная программа дает возможность родителям получить экспресс-консультацию у специалистов центра по поводу того, как их ребенок проявился, как он себя чувствует в коллективе и получить дальнейшие рекомендации. В подростковом возрасте заново проживаются задачи всех предыдущих лет жизни. И дети и подростки средних-старших классов, они учатся коммуницировать друг с другом, друг друга видеть, слышать свои потребности, разговаривать о своих чувствах. Если обидно стало, можно не просто сразу в глаз дать, например, а можно выбирать из арсенала способов действия. У современных подростков нет такого богатого арсенала, к сожалению, потому что культура наша сейчас пока развернута. Была раньше не в ту сторону, мне кажется. А когда с тренингами приходят специалисты работать, то в играх, в упражнениях ребята обучают сами себя, делают выводы о том, что приводит к всеобщей радости, к всему общему удовольствию, что приводит к тому, что ты значим, что ты получаешь признание, что ты получаешь поддержку. И этот опыт сразу через жизнь усваивается. Не через книги и учебники, что тоже важно, но для подростков важнее, что вот сам на своей собственной шкуре, сам попробовал, поиграл. И тренинг пишется для каждого класса индивидуально. То есть у опытных тренеров, ведущих, кто работает с классами, большой багаж упражнений, которые нужны, которые требуются в этом возрасте. И дальше по запросу, который мы получаем от сотрудников школы, от родителей, ребят, мы формулируем на первый день цели задачи и подбираем план, а второй день, он вообще по результатам первого уже строится. То есть мы видим ребят, видим их актуальные задачи и потребности. Кому больше смелости, кому больше сплоченности, кому больше чувства признания в коллективе, кому уметь выражать свою агрессивность, не доводя до крайних форм. И под это уже выстраиваем упражнения. Тот опыт, который получают ребята за два дня, он бесценный. Центр развития семьи доверия ведет свою деятельность уже 17 лет. Развитие, общение и традиции – три ключевых направления центра. То есть это то, что складывает фундамент нашей жизни во многом. То, что не всегда видно и бросается в глаза, ну не так, как пошел в магазин, с авоськой вернулся, его много получил. Тут ты пришел, может быть, с пустыми руками, ушел так же, но внутри, в душе ты унес уже очень много с собой. Это и индивидуальные психологические консультации, и развивающие занятия с детьми, и семейные мастер-классы и праздники мы делаем, и родительская школа, это родительская академия, то, что мы делаем, и служба сопровождения замещающих семей, и школоприемных родителей. Помимо получения высококвалифицированной психологической помощи взрослым и детям, на базе центра существует множество подразделений, таких как изо-студия, театральная мастерская, подготовка к школе, английский язык, клуб вязания «Послушная ниточка» и многие другие. Также в центре есть родительская академия, на занятиях которой опытные психологи делятся основными знаниями и секретами гармоничного родительства и эффективного воспитания. Двери центра развития семьи «Доверие» открыты для всех, кого переполняет желание улучшить свою жизнь для себя, в семье и на работе, а также гармонично и познавательно провести время. Валерия Федотова, Денис Павлов, телеканал «Латкари». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новое мобильное приложение «Мособл ЕРЦ Онлайн». Одним из его основных преимуществ является сервис «Умная платежка». С помощью «Умной платежки» начисления за коммунальные услуги становятся понятными и прозрачными. Вы можете видеть, из чего складываются начисления, следить за льготами, пенни и тарифами. Регистрация в личном кабинете происходит по номеру телефона. На главном экране для вас выведены ключевые функции. Оплата по всем лицевым счетам, новости, онлайн-помощник, возможность подачи заявки в единую диспетчерскую службу. Вы можете передать и получить всю необходимую информацию, написать заявление в расчетный центр. Теперь вам не надо идти для этого в офис. В разделе «Сервисы» вы можете заказать справки и выписки. Достаточно создать заявку, и документ будет направлен вам в личный кабинет или на электронную почту. В разделе «Платежи» можно подписаться на получение электронной квитанции вместо бумажной. Оплата такой платежки происходит в одно касание. В разделе «Счетчики» вы можете передать показания по всем приборам учета. С помощью приложения вы также можете вызвать специалиста на дом. Мобильное приложение «МосОблЕРЦОнлайн» – это удобный инструмент для решения вопросов ЖКУ, не выходя из дома. Ежегодный открытый педагогический форум «Инновации в воспитании и обучении» прошел 26 ноября в Латкаринском промышленно-гуманитарном колледже. Подробнее в нашем следующем сюжете. С учетом введенных в Московской области ограничений из-за угрозы распространения коронавируса, ежегодно открытый педагогический форум впервые проходил в режиме онлайн. Более 40 человек стали его участниками. Это представители учебных заведений разного типа из Москвы, Подмосковья и других городов России, предприятия, работодатели, деятели культуры и науки. Форум проходит уже третий год. Почему он называется педагогический? Потому что в основном, конечно, педагогическое сообщество здесь встречается. Этот наш сегодняшний третий открытый педагогический форум посвящен вот этой ситуации, которая сегодня существует в стране, и применению ЭКТ-технологий во всех областях образования. Это касается не только образовательного процесса, это касается и управления самим деятельностью колледжа и так далее. Открыли форум приветственными словами ректор Государственного университета Дубна Дмитрий Фурсаев и председатель Городского совета депутатов Евгений Серегин. Мы живем в достаточно непростое с вами время. Мы живем во время испытаний весь мир, Российской Федерации не исключение. И мы действительно сегодня видим, что и наука, и образование, то, которое создает нам науку, должны включить все возможные методики, все возможные программы для того, чтобы избавиться от сегодняшней ситуации. Конечно, город Латкарин один из ведущих городов научно-технических тематик. Мы сегодня имеем наш уважаемый колледж, и в колледже учим наших детей. И дети, конечно же, будут создавать наше будущее. И хотелось бы видеть, что из наших детей получатся будущие умы, ученые, управленцы, экономисты, технари, авиаторы, космонавты, возможно, и так далее. Поэтому хочу вот сегодня сказать и призвать, к этому надо относиться очень серьезно, и этому надо уделять особое внимание. Темой третьей по счету конференции стали конвергентные технологии в образовании. Перед выступлением спикеров участникам форума был продемонстрирован исторический киноальмонах о Латкаринском колледже. Во время конференции было озвучено 10 докладов, которые вызвали живую дискуссию среди представителей форума. Прежде всего, польза в чем? Обменялись мнениями и услышали, как на эту ситуацию смотрят другие участники образовательного процесса. Это первое. Обменялись, безусловно, контактами. Вот вещи, которые заинтересовали тех или иных участников этого форума. Они будут продолжать общение в том ключе, которым им это интересно. Ну и последнее, конечно, это то, что для нашего педагогического сообщества, нашего колледжа, это тоже очень интересно, потому что, когда мы готовили свои доклады, мы пролопатили очень много материалов, да, и общались тут очень активно, и свое мнение высказывали. Так что это, собственно, наше общее творчество. Одним из самых обсуждаемых стал доклад кандидата педагогических наук и представителя киберсообщества Елены Скоржинской. Киберсообщество принимало участие в нашем форуме. Она много своих интересных очень идей нам высказала, да, которые, собственно, заставили нас задуматься о многом, там, положительном, в отрицательном ключе. Ну и еще, наверное, очень интересно, у нас есть наш же преподаватель Игорь Юрьевич Марков, да, который, ну, он регулярно у нас выступает на форумах, и вот его выступление всегда вызывает очень много откликов именно у представителей средних школ, потому что, в общем-то, он тоже делится методикой проектной работы. Ежегодно открытый педагогический форум проходит в рамках международного профориентационного движения творчества в профессии, организаторами и авторами которого являются Латкаринский промышленно-гуманитарный колледж и Дом культуры Центр молодежи. Мы с вами сегодня говорим о целом профориентационном движении, я даже не побоюсь сказать международном, поскольку в этом движении участвуют не только там участники из нашей страны, но и из других стран, таких как Израиль, Белоруссия, ну и других регионов России. Это движение началось три года назад. Как бы составная часть этого движения – это фестиваль творчества профессии, который проходит весной ежегодно, и, собственно, педагогический форум, который является площадкой по обмену мнениями между разными частями бизнеса, образования, там у нас даже школы разного уровня, да, и так далее. Анастасия Харченко, Алексей Устинов, Новости Латкарин. 26 ноября активисты Латкаринского отделения партии «Единая Россия» приняли участие в региональной акции «Лови гранат». О необычной акции расскажем в нашем сюжете. В рамках акции партии «Единая Россия. Лови гранат» волонтеры передали врачам Латкаринской городской больницы упаковки с гранатовым соком и свежие фрукты. Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» организовало акцию «Лови гранат» в связи с последними исследованиями Института молекулярной вирусологии Медицинского центра университета Ульма в Германии, которые установили, что некоторые растительные продукты способны почти полностью подавить COVID-19. В их числе сок граната. Он подавляет до 80% патогенов коронавируса в организме. Акция «Лови гранат» уже прошла более чем в 20 городах Подмосковья. Стоит отметить, что латкаринские волонтеры и активисты молодежных партийных объединений на протяжении всего времени действия санитарно-ограничительных мер проводят благотворительные акции помощи медицинским учреждениям нашего города, мероприятия по раздаче средств индивидуальной защиты и пропаганде масочного режима. Активно помогают латкаринцам из групп «Риска» в доставке продуктов питания, медикаментов и решений бытовых вопросов. Максим Белозеров, Алексей Устинов. Новости Латкарина. 25 ноября в ДК «Центр молодежи» в онлайн-формате прошел концерт, посвященный Международному дню матери «Мамино сердце». На праздничном концерте побывала наша съемочная группа. Осенью страна отмечает замечательный праздник – День матери. Как и во всех странах, этот день призван сплотить и укрепить семейные отношения, а особенно выделить роль матери в жизни каждого человека. В России официальным днем «Мамы» признано последнее воскресенье ноября. Накануне праздника воспитанниками и педагогами детских образовательных учреждений нашего города были организованы концертные программы с песнями и танцами, а также творческие занятия, на которых дети делали подделки и открытки. В детском саду «Яблонька» прошел мастер-класс по изготовлению открытки для «Мамы» с участием представителей общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Ну и, конечно, во всех учреждениях культуры к этому дню готовят торжественные праздничные мероприятия. В ДК «Центр молодежи» в онлайн-формате прошел концерт «Мамино сердце» с участием творческих коллективов Дома культуры. Концертную программу открыли воспитанники вокально-хоровой студии «Серебряные росы», песней «Детки-конфетки». Далее последовали танцевальные и вокальные композиции в исполнении ансамбля казачьей песни «Иван-чай», ансамбля народного танца «Радуга», образцового коллектива современного танца «Ньюстайл», театра танца «Жизель» и других творческих коллективов. Естественно, это новый для нас формат, онлайн-формат, без зрителей, но мы очень рады, что даже в такой тяжелый период для танцевальной сферы, для культурной сферы мы можем пользоваться такой возможностью выступать на сцене. Это в любом случае опыт, пусть даже без зрителей, но дети должны выступать. Пустой зрительный зал может вызвать некие тоскливые чувства, но здесь каждый артист знает, что его выступление через экран посмотрит множество зрителей. Все равно волнуешься, даже если нет зрителей. Это же твое выступление, и ты должен быть в любом случае ответственным. Мне очень понравились, и там не так уж и много зрителей, и очень было не страшно. И еще мне понравилось выступать, и когда мы делали первый и второй пункт. Все собранные композиции в этот день были посвящены самой любимой и самой главной женщине, подарившей возможность жить и радоваться жизни своей маме. Прекрасным дополнением концертной программы стал музыкальный номер «Баллада о матери» в исполнении певицы, лауреата международных конкурсов Екатерины Поповой. Наш сегодняшний концерт был посвящен Дню матери. И в начале и в течение всего концерта мы, ведущие, говорили о том, как важно любить маму, понимать ее, потому что вот мы уже взрослые, и мы тоже мамы. И насколько важно даже уже в наше время взаимопонимание и связь с близкими людьми и поддержкой. Как важно быть внимательными, чтобы дарить радость близким. Поэтому радуйте своих близких и, конечно, мам добрыми словами, отношением к ним, заботой, вниманием. Им всегда-всегда это приятно, они этого ждут и всегда чувствуют. Поздравляем вас, дорогие наши мамы, с вашим днем. И каждый день для нас праздник, потому что вы есть. Праздничный концерт прошел на одном дыхании. Трогательные слова, чувственные танцы и песни непременно понравятся мамам, детям и другим гостям праздничного вечера. Запись концерта можно посмотреть на всех ресурсах ДК «Центр молодежи» в социальных сетях. Валерия Федотова, Алексей Устинов, телеканал «Латкари». О текущей работе муниципального центра управления регионом в своем материале расскажет Максим Белозеров. Уже больше года в нашем городе продолжает свою работу муниципальное отделение Центра управления регионом. МЦУР позволяет оперативно реагировать на все возникающие проблемы, получать максимально подробную информацию о ситуации в городе. Муниципальный центр управления регионом – это единая точка входа и обработки всех поступающих обращений граждан, которые поступают из различных источников, различные порталы, добродел, ЕДС, обращения устные, письменные в администрацию, по электронной почте и также в социальных сетях. Главный элемент центра – тепловая карта. Здесь можно наглядно наблюдать все проблемы, с которыми обращаются жители нашего города. Все обращения разбиты по категориям и тематикам. За 9 месяцев 2020 года, благодаря работе сотрудников центра, было обработано 1700 обращений жителей, что в три раза меньше, чем за аналогичный период в 2019 году. Основное – это, конечно, содержание дворовой территории, контейнерных площадок. Это уборка мусора, уборка порубочных остатков, вывоз мусора с контейнерных площадок. Тут зависит от источника поступления жалобы. Если конкретно на добродел обращается житель, при поступлении в работу обращение сразу же направляется ответственному лицу. Ответственное лицо в течение указанного срока проводит все необходимые работы и отчитывается нам с фотоматериалом с ракурса заявителя. Если требуются какие-то пояснения по обращению, может быть, какие-то разъяснения, он также их прикладывает здесь. И здесь же мы даем ответ. На базе МЦУР осуществляется контроль качества выполнения работ по содержанию домов и дворов управляющими организациями. Процесс и результат выполненных работ аккумулируется с помощью мобильного приложения проверки Подмосковья. Качество и своевременное решение обращений жителей находится на постоянном контроле. Сотрудники центра практически в реальном времени могут наблюдать, как управляющие компании убирают территорию города и контролировать качество выполнения этих работ. Все поступающие обращения анализируются и на их основе происходит планирование деятельности на следующий год для предупреждения возникновения новых проблем. Максим Белозеров, Алексей Устинов. Новости Латкарина. Новости Латкарина. Новости Латкарина. Новости Латкарина. Новости Латкарин. В Латкарине заработал чат в Телеграм по вопросам качества и доступности медицины. Чат создан Общественной палатой Московской области для оперативного реагирования на любые сложности в получении медицинской помощи, с которыми сталкиваются жители нашего города. Чтобы сообщить о своей проблеме, пациенту необходимо указать номер полиса, адрес и номер учреждения, регион прописки, а также адрес и номер учреждения, к которому он прикреплен. В чат поступило уже порядка 50 сообщений. Присоединиться и задать свой вопрос можно по ссылке. Доброе дело начинается с одного клика. У вас во дворе свалка мусора, не горят фонари, на дорогах ямы? Добродел поможет все исправить. Ведь теперь мы в Подмосковье решаем проблемы вместе. Зайдите на сайт Добродел или скачайте бесплатное мобильное приложение. Напишите ваши жалобы или пожелания. Мы найдем решение. Добродел. Решаем проблемы вместе. 13 ноября в городском округе Латкарина инспекторами административно-пассажирской инспекции Московской области совместно с представителями городской администрации и волонтерами была проведена проверка соблюдения масочного режима гражданами Подмосковья при совершении поездок на общественном транспорте. С пассажирами без масок инспекторы административно-пассажирской инспекции провели разъяснительную беседу о необходимости ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания в транспорте. А также напомнили им о том, что нарушители могут оштрафовать на законном основании. Принимающие участие в рейде волонтеры следовали за инспекторами и раздавали медицинские маски гражданам, у которых по какой-либо причине их при себе не оказалось в момент совершения поездки. В ходе проверки проинспектировали порядка 7 маршрутов и более 20 единиц подвижного состава различных перевозчиков. Требование о ношении масок в общественном транспорте Подмосковья является обязательным с мая месяца текущего года. За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях 5000 рублей. Сейчас, согласно постановлению губернатора Московской области, от 25 сентября 2020 года усилен контроль за ношением масок в общественных местах и в том числе в транспорте. Валерия Федотова, Алексей Устинов. Новости Латкарина. 17 ноября депутат Мособлдумы Владимир Жук встретился с латкаринскими волонтерами и проверил ход капитального ремонта в домах города. Подробнее в следующем сюжете. Волонтерство – это одно из самых значительных и важных занятий в нынешнее время. Именно добровольцы в пиковый момент пандемии коронавирусной инфекции были для многих жителей единственной связью с окружающим миром. 17 ноября депутат Мособлдумы Владимир Жук встретился с латкаринскими волонтерами, представителями местной общественной палаты и городского совета депутатов. Сейчас мы тоже не все еще знаем, но знаем очень много. И поэтому эти знания используются и волонтеры сейчас, и вообще все, кто медики, и все, кто контактирует с больными или с потенциально заразившимися, они уже с соблюдением мер предосторожности практически на 100% уверены, что ничего они не заразятся, никакой болезни они не подвергнутся. Поэтому сейчас, конечно, ситуация нам намного, с одной стороны, проще, но с другой стороны, у нас сейчас еще зима, это еще гриппы, рви все накладывается, поэтому и цифры в том числе растут. Во время встречи депутат Мособлдумы выступил с инициативой помочь латкаринскому волонтерскому штабу масками, антисептиками, перчатками и топливными картами. Вот этих страхов, даже среди волонтеров, я говорю сейчас про них, на мой взгляд, стало меньше. Наверное, мы больше психологически стали готовы встречаться с этой проблемой. Владимир Жук отметил, что небольшое количество заболевших латкариней по сравнению с другими городами области обусловлено грамотной работой волонтерского штаба, медицинских служб и администрации муниципалитета. Напомним, что каждый латкаринец может стать волонтером и помогать другим жителям. Для этого необходимо обратиться по номеру телефона 8-495-552-7288. Также в этот день депутат Мособудумы Владимир Жук проверил состояние и ход работ по капитальному ремонту латкаринских домов. В ходе выездного собрания были осмотрены дом номер 27 в квартале 3А и дом номер 7 в квартале 2. Мы видим, что период пандемии идет, а тем не менее плановая работа продолжается. Есть, конечно, вопросы, мы поговорили с жителями, ну, это как бы обычная история, кому-то не нравится одно, кому-то другое, но в основном это мало, значительные недостатки. Работы идут, и качество хорошее, и панели используемые для облицовки фасада дома хорошего качества, и поговорили с рабочими, материалов достаточно, ну, требуется, конечно, усиление, в плане количества рабочих на объекте надо добавить, потому что морозы, возможно, будут усиливаться, надо побыстрее это сделать, чтобы жители, уже жители к Новому году получили теплый, красивый и комфортный дом. В настоящий момент Латкарине проводится капитальный ремонт трех домов под номерами 12 и 26 по улице Парковой и номером 7 в квартале 2. В доме номер 26 заменят систему наружного водостока и отремонтируют крышу. В доме номер 7 также отремонтируют кровлю, заменят стояки центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, систему освещения и другое. В доме номер 12 отремонтируют фасад и фундамент. Анастасия Харченко, Алексей Устинов, Новости Латкарина. 17 ноября в России празднуют День участковых – профессиональный праздник всех участковых уполномоченных полиции. В этот день отдел Латкаринской полиции посетили наши корреспонденты. В Латкаринском отделе полиции 12 участковых уполномоченных. За каждым из них закреплен свой административный участок. Они решают множество разнообразных задач, связанных с охраной правопорядка. Среди основных направлений их повседневной деятельности – профилактика правонарушений и преступлений, контроль за ситуацией на обслуживаемой территории, помощь гражданам, которые обращаются с заявлениями и сообщениями о тех или иных проблемах. Деятельность участковых на самом деле самая, наверное, обширная. 90% работы полиции, ну 90-70% работы полиции ложится на плечи участковых. Это основная масса рассмотрения всех заявлений граждан. Это работа с гражданами на территории, так сказать, на обслуживаемых участках. Это выходы в адресы, выходы в неполучные семьи. Это составление административных протоколов за правонарушения, это профилактические беседы. Вся та работа, которая ведется с гражданами на участках административных. Скажите, а вы сами чувствуете отдачу от наших жителей за работу наших участковых? Да, благодарны гражданам очень много. Но есть, конечно, те, которые чем-то недовольны. Так и должно быть. Так иначе не было бы работы. Да, конечно, очень много благодарных граждан. Они звонят, пишут, приходят, говорят, что спасибо. В этот день представители общественной палаты городского округа Латкарина во главе с ее председателем Татьяной Ивановой выразили благодарность латкаринским участковым и пожелали им крепкого здоровья и профессиональных достижений. 17 ноября это праздник, профессиональный праздник сотрудников нашей полиции, непосредственно участковые, которые осуществляют постоянную ежедневную работу с гражданами нашего города. Хотелось бы выразить огромную благодарность этим товарищам, потому что их работа отражается на жизни каждого жителя нашего города. Их ответственность, их профессионализм видны в каждодневной работе. Хотелось бы от всей души их поздравить с этим праздником, пожелать им крепчайшего здоровья, профессиональных достижений, ну и, как у нас говорится, мирного неба над головой. Участковые находятся ближе всего к людям, их заботам и бедам. Они первыми выезжают на места происшествий, и именно к ним обращаются пострадавшие от противоправных действий. От добросовестной службы участковых уполномоченных полиции во многом зависит порядок и спокойствие в домах и на улицах нашего города. Валерия Федотова, Алексей Устинов, Новости Латкарина. 19 ноября в фойе Дворца культуры Мир состоялась отчетная конференция Федерации конного спорта Московской области. Подробнее в нашем следующем сюжете. Первой повесткой конференции стал отчет об итогах работы за 2020 год, с которым выступил президент Федерации конного спорта Московской области Евгений Серегин. По итогам спортивного сезона спортсмены Подмосковья довольно успешно выступают в каждом спортивном сезоне. Спортивный сезон 2020 года для конников Московской области не стал исключением. В Кубке России по троеборию наша спортсменка Мария Литвиненко заняла второе место. В чемпионате России по выездке бронзовым призером стала Полина Афанасьева. В Кубке России по выездке Регина Исаевичкина заняла третье место. Клуб и коновладелец создают материальную основу для достижения спортивных высоких результатов. Поэтому поддержка деятельности спортивных организаций, оказание помощи ведущим спортсменам Подмосковья является одной из важнейших задач Федерации конного спорта Московской области. За последнее время подмосковными клубами было успешно проведено множество соревнований. Например, Латкаринский конно-спортивный комплекс «Созидатель» уже много лет является площадкой для чемпионата России по джигитовке. В Кубке России по выездке Регина Исаевичкина заняла третье место. В Кубке России по выездке Регина Исаевичкина заняла третье место. Для участия в основных турнирах сезона на общую сумму около миллиона рублей. Совместными усилиями нашей Федерации и членов бюро удалось добиться заметных положительных результатов в решении поставленных задач по всем основным направлениям. Помимо отчета о работе Федерации, собравшиеся единогласно утвертили финансовые условия на 2021 год, выбрали делегатов на конференцию общероссийской общественной организации Федерации конного спорта России и выдвинули кандидатов на выборные должности в это объединение. Самым обсуждаемым вопросом стала разработка системы аттестации тренеров в конно-спортивных комплексах, клубах, школах и секциях Московской области. В завершении конференции выдающиеся члены организации были награждены грамотами президента Федерации конного спорта Московской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие и популяризацию конного спорта на территории региона. Кроме того, некоторым членам Федерации вручили знаки отличия за заслуги перед городом Латкарина и почетные знаки Московской областной думы за труды. Анастасия Харченко, Денис Павлов, Новости Латкарина. В честь Дня работника стекольной промышленности мы расскажем нашим телезрителям об одном из самых опытных работников всем известного Латкаринского завода оптического стекла. Подробнее в материале Анастасия Харченко. 19 ноября вся Россия отмечает профессиональный праздник – День работника стекольной промышленности. Главным изготовителем оптического стекла, зеркал и другого специализированного оборудования в Латкарине и одним из ведущих производителей России является хорошо известный всем горожанам Латкаринский завод оптического стекла. Его строительство началось в далеком 1935 году. В военные годы завод выпускал оборонную продукцию в соответствии с нуждами партии. После войны началась организация производства оптического стекла. Вскоре завод стал на 100% обеспечивать предприятие по производству бронетанковой техники, оптическими приборами и системами наблюдения. В последующие годы на УЗОСе разрабатывались и использовались одни из новейших технологий того времени. Осваивались современные техники производства изделий и деталей. Сегодня Латкаринский завод оптического стекла – это один из самых важных и многопрофильных городообразующих предприятий города, а его работники являются грамотными и высоко квалифицированными кадрами. Термист инструментально-технологического производства Виктор Васильевич Белозеров является одним из самых опытных сотрудников завода. Он знает свою работу от А до Я и уже много лет передает знания юному поколению работников предприятия. Термическая работа заключается в обработке металла закалкой. И, значит, все зависит от марки стали, от чертежей. Деталь приходит на термообработку, смотрю чертеж. Если это лидированная сталь, значит, закладываю в баночку с угонной стружкой, ну и ставлю на соответствующую температуру. Продисходит выдержка при этой температуре, потом дальнейший, значит, подъем на другой режим температуры, снова выдержка на эту температуру и охлаждение на воздухе. Деталь остыла, значит, вложим ее, как правило, на следующий день, уже получается, на температуру отпуска. Тоже определенная температура, выдержка при этой температуре. Ну и деталь выдержали, вытащили на свежий воздух, и деталь предъявляем после остывания консольера. За длительную работу термистом, отсутствие брака при термообработке деталей и качественно изготовленные изделия, завод выдал Виктору Васильевичу собственное клеймо, которое дает полномочия лично заверять бумаги. Сейчас я замерял твердость на приборе, деталь соответствовала твердости. Ну вот нужно, значит, выписывать и ставить клеймо. Но эти детали были уже как бы опытные, пойдут в дальнейшую обработку. На данном участке у меня только одно клеймо. В инструментальном цеху у нас у рабочих, вот у кореев, фрезеровщиков, есть также клеймо, вот, которые длительно проработали, работают качественно, и у них есть свои клеймо. Работа Виктора Васильевича требует особой внимательности и сосредоточенности, так как рядом находится электрооборудование и горячие печи. Риски здесь, значит, связаны все-таки с электричеством и связаны с высокими температурами. Здесь надо быть очень аккуратно, смотреть, чтобы было заземление на печах, вот, и работать в специальной спецодежде, которая должна, вот, как в листовке, не пропитана, не синтетика, ничего. Вот, рукавицы должны были соблюдать технику безопасности. Родина Виктора Васильевича – это деревня Липовка в Московской области. Он родился 12 октября 1952 года в семье рабочих. Отец участвовал в Великой Отечественной войне, а мать работала в совхозе. Ну, детство прошло у бабушки, у дедушки, на кости, грибы, ягоды, школа, вот. В школе также принимали участие в разных спортивных соревнованиях. Ну, Латкарина переехала в 68-м году, тогда как бы молодежь в совхозе не оставалась, все рвались в цивилизацию. Вот, а у меня здесь жил отцов брат родной, дядя мой. Вот, он уже работал на заводе. И он меня порекомендовал идти учиться в профсих училище 43. Вот, я там отучился, и с тех пор, значит, не покидаю этот город. Он мне очень нравится, красивый, хороший город, и народ дружный. На завод Виктор Васильевич пришел в 1969 году и поначалу работал слесарем. Как только ему исполнилось 18 лет, его заметил мастер ИТП и пригласил на обучение в цех. С тех пор уже более 51 года он работает на ЛЗОСе. Кем я полюбил эту профессию, она разнообразная. Вот, у нее специфика производства разнообразная. Сегодня одни детали пришли на один режим, завтра другие детали пришли на другой режим. И, в общем, все получается, что надо держать все режимы эти в голове, все печи надо держать, время надо держать в голове, запоминать. Ну, как бы интересная вот эта работа. В молодости термисс состоял в заводском КВНе. Его участники играли на сцене Дворца культуры «Мир» перед своими коллегами. В свое время команда инструментального цеха, в которой и состоял Виктор Васильевич, заняла первое место и была награждена бесплатной туристической путевкой в Ригу. КВН мы участвовали тогда, как бы была мода такая по всей стране. Ну, в том числе и у нас на заводе зародилась вот эта традиция – игр в КВН. Проходили соревнования среди цехов завода, собирались команды, в цеху это все репетировалось, программы были, значит, каждые задания давались. За многолетний труд и добросовестную работу Виктор Васильевич получил множество наград и дипломов. Самой важной из них является почетная грамота названия лучшего инструментальщика министерства, выданная в 1987 году Министерством и Центральным комитетом профсоюза. Был занесен на заводскую доску почета, в книгу почета завода, вносился на городскую доску почета и в одной из смен я работал бригадиром. И поэтому при подведении определенных итогов, чтобы пошли там рабочих, вот я был как бы выделен в своем коллективе лучший бригадир завода, получил звание. Есть еще знак, значит, сейчас не помню, 11-й вроде 5-летний нагрудный знак, это учрежденный ЦК КПС, Министерством, ЦК Просоюзов. И нагрудный знак 12-й 5-летний. Начальник ЦК в данный момент, на сегодняшний день отмечает работу нашего коллектива, значит, он хорошо отозвался, все, у нас осталось теперь 3 человека, все, у нас все, что мы выполняем эту работу, ну, это очень приятно, что он отметил, не забыл про нас. Виктор Васильевич говорит, что очень гордится своей семьей, женой, снохой, сыном и внуком. В свободное время летом он любит ездить на дачу, а зимой гулять по лесу. Без инструментального цеха завод не выпустит ни одной продукции, в том числе без термообработки, потому что вся начинка вот этих деталей, она продвигается термообработке. Анастасия Харченко, Денис Павлов, Новости Латкарина. Денис Павлов, Новости Латкарина. Стремится к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. С честью и гордостью нести высокое знание юноармейца, клянусь. Молодец, поздравляю. Мы желаем им, во-первых, удачи, конечно, терпения, это все не так уж и просто дается. Желаем им, ну, вот эти слова, которые они сказали, все-таки не забывать, вспоминать их и как бы придерживаться той клятвии, которую они дали, чтобы это были не пустые слова. Мы хотим пожелать молодому поколению также развиваться, вести здоровый образ жизни, самореализовываться всячески, то есть быть разносторонними личностями в первую очередь. Потому что большинство из молодежи все-таки остаются индивидуумами в нашем обществе, идет полная деградация, а вот вступление в ряды армии, я считаю, что действительно формирует из индивида личность, которая уже имеет свою точку зрения, имеет свои цели и планы на жизнь, знает, как их реализовать. Главная цель – вести себя свои сопринятия. Инициатива Министерства обороны Российской Федерации по созданию Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» была поддержана президентом Российской Федерации Владимиром Путином в 2015 году. Уже в течение пяти лет существует это общественное движение, цель которого – поднятие уровня патриотизма молодого поколения, воспитание уважения и любви к отчизне, поддержка в молодежной среде государственных и общественных инициатив. В нашей школе с 2016-го официально есть отряд «Юнармия». В 2015-м «Юнармия» появилась как движение, и вот через год, когда нам дали распоряжение, у нас этот отряд появился, мы сразу поучаствовали в городском щите и мече, заняли там второе место. В общем, у нас такое было хорошее начало у нашего отряда, а потом он стал обрастать людьми. На данный момент у нас 44 человека, по-моему, в этом году, потому что «Юнармейцы» – это не обязательно отличники и медалисты, это те, которые просто хотят жить интересной жизнью. Ну, раньше мы брали приблизительно с 8-го и дальше, вот сегодня у нас прям малыши. Малыши 6-й класс мы взяли тоже кандидатами, а потом вот новобранцами в «Юнармии», потому что можно потихонечку их начать привлекать. Потому что мы берем в 8-м, потом после 9-го некоторые уходят, и получается, они совсем мало были в «Юнармии», ну, не почувствовали до конца. Поэтому сейчас возьмем малышей и попробуем с ними тоже какие-то добрые дела творить. В эти дни во многих регионах России членами «Юнармии» становятся сотни молодых и активных ребят. Уже завтра на слете «Юнармейцев» ребятам будут вручены знаки принадлежности к общественно-патриотическому движению «Юнармия». Было интересно поучаствовать в разных мероприятиях, на городских, в каких-то средствованиях, на щите и мече тоже было интересно, и пострелять в тире тоже хотелось бы. В первую очередь это то, что всегда будет интересно маршировать, собирать и разбирать технику, стрелять и метать ножи. Во вторую мы, наконец-то, потянем дисциплину, потому что в любом случае она понадобится нам в будущем, и все, что будет связано с нами, будет связано с нашим образованием. Для мальчишек и девчонок «Юнармия» – это школа будущего, где воспитывается настоящий характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля к победе. Валерия Федотова, Денис Павлов, телеканал «Латкари». 15 ноября состоялся осенний зачетный концерт танцевального коллектива «Ирис». Подробнее в материале Анастасии Харченко. Мы очень рады приветствовать сегодня наших маленьких участников на осеннем танцевальном зачете в народном коллективе современного танца «Ирис». Танец – это маленькая жизнь. Это история, рассказанная за несколько минут. Ребята из латкаринского танцевального коллектива «Ирис» знают об этом не понаслышке. 15 ноября во Дворце культуры «Мир» прошел традиционный осенний зачетный концерт всех групп студии, ведущих сценическую деятельность. На сцене выступили дошкольники из подготовительного отделения коллектива, а также ребята из отделения бального и современного танца. Мастерство детей оценивали трое судей. Специалист по спортивным танцам Владимир Медведь, педагог-хореограф высшей категории Надежда Баранова и инструктор по спортивным бальным танцам, педагог народного коллектива современного танца «Ирис» Елена Кухтенкова. Сегодня у нас проходит осенний танцевальный зачет. Это обязательная часть нашего учебного процесса. Это первый итог текущего сезона, когда дети показывают то, чему они научились за первые два месяца. Мы обычно выходим перед зрителями, но в связи с нынешней эпидемиологической ситуацией зачет проходит в онлайн-режиме, поэтому мы вышли на сцену, построили трансляцию, но очень счастливы, что дети имеют возможность выступать, выходить к зрителю, даже к виртуальному. Я довольна и горшусь всеми малышами, потому что для многих из них это был первый выход на сцену, и они даже не знают, что такое танцевать на живого зрителя. И поэтому задача танцевать на зрителей виртуального, наверное, для них была гораздо сложнее, чем для тех, кто хотя бы раз выходил. Но тем не менее, родители их очень поддерживали и заранее готовили к тому, что они все равно будут их видеть через трансляцию. Многие дети показали себя даже ярче, чем обычно на занятиях, так что, конечно, мы ими очень гордимся и очень довольны. Ребята показали не только комбинации, которые являются основой для будущих постановок, но и техническую базу, которую они нарабатывают на занятиях ежедневно. Например, элементы польки, ча-ча-чам, вальса, квик-степа, румбы танго и многого другого. После исполнения танцев детям вручили заслуженные медали, грамоты и подарки. Анастасия Харченко, Алексей Устинов. Новости Уткарина. Уже который год подряд школьники нашего города принимают участие в акции «Здоровье. Твое богатство». Подробнее расскажем в нашем следующем сюжете. Не секрет, что здоровье – это самое большое сокровище, которое обеспечивает человеку долгую и активную жизнь. Профилактическая акция под лозунгом «Здоровье. Твое богатство» традиционно проходит осенью в Латкарине и других городах Московской области. В этом году она проводится с 16 по 20 ноября. В рамках данного мероприятия 18 ноября ученики 8 и 9 классов гимназии номер 4 приняли участие в спортивном соревновании по программе «Русский силометр», которое подразумевает упражнения, связанные с подтягиваниями различными хватами. В соревнованиях участвуют ребята с 1 по 10 классы. Для соблюдения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, школьников разделили на группы. Вот эти секунды, поднимайте ноги, и все. Перехват можно сделать. Толи секунды, но они ваши. Победители школьного этапа представят наш город на областных соревнованиях, которые будут проходить в оффлайн-формате. В момент выполнения упражнений ребят будут снимать на камеру, а затем ролики отправят в главный штаб. Призеры областных соревнований смогут показать себя на всероссийском этапе состязания. Анастасия Харченко, Денис Павлов, Новости Латкарина. А на этом у нас все. Смотрите нас на телеканале Мир 24 каждый понедельник, среду и субботу в 16.00 и 22.00. С вами была Валерия Федотова. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова